Добрый день или добрый вечер или доброе утро. Какая разница, какое время сейчас? Главное, чтобы оно было добрым. С вами программа «Духовная дипломатия» и Михаил Маргулис. Но сегодня мы ведем нашу программу не из нашей студии во Флориде, как обычно, а в совершенно уникальном экзотическом месте. Мы находимся вместе с вами. Сегодня мы находимся в столице Южной Кореи – Сеуле. Сегодня мы находимся в телестудии, в известной телестудии «Манмин Ти Ви». И наш гость сегодня необыкновенный гость, гость, который влияет на жизнь миллионов людей, наш гость – человек, который оказал огромное влияние на весь мир, и благодаря которому очень много людей, тысячи, тысячи людей получили исцеление в этой жизни – физическое, душевное и духовное. Все это я говорю о докторе Джей Рокки Ли, имя которого вам наверняка известно. И я хочу, чтобы среди примерно 20 миллионов людей, которые будут смотреть и слушать эту программу, нашлись те люди, которые сердцем и душой почувствуют присутствие этого необыкновенного человека. Итак, представляю вам доктор Джей Рокки Ли. Доктор Маргулис, я очень рад нашей новой встрече. Очень приятно, да. Я знаю, что вы очень заняты поездками по миру, и я вам очень благодарен, что вы нашли время посетить телевидение Манмин. Вы прекрасно выглядите, и мы очень рады встретиться с вами. Доктор Джей Рокки Ли, я прошу вас ответить на вопрос, который я задаю многим выдающимся людям мира. Вопрос, который касается будущего нашей жизни. Я думаю, вопрос, который касается сердца каждого человека, который слушает нас и смотрит сегодня. Что вы, доктор Ли, думаете о будущем нашего мира? Многих людей волнует вопрос, что произойдет с ними в будущем. Некоторые люди высказывают свои предположения. Но только через внимательное прочтение Библии мы можем понять, в какое время мы живем. В Евангелии от Матфея сказано, «Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам, все же это начало болезней». Эти слова из Матфея исполняются в точности. В моих общениях с Богом через молитву, я, по Его милости, получаю откровение о том, что случится в будущем. Мне бы так хотелось сообщить людям о безоблачном будущем, чтобы мои слова наполнили их радостью и надеждой. Но, к сожалению, Господь сообщает мне совсем другое. Мы постоянно слышим, что во всем мире изменяется климат, происходят катаклизмы, распространяются страшные болезни. Но, что еще более печально, число подобных угроз стремительно растет. В настоящее время все эти страшные события случаются все чаще, и, к сожалению, люди воспринимают их все менее обостренно, равнодушно, не отдавая себе отчета в серьезности происходящего. В сентябре 2009 года, во время моей молитвы с Богом, Господь открыл мне видение. Мы столкнемся с шокирующим событием в конце 2009 и начале 2010 года. И вы знаете, как неожиданно в конце 2009 года во всех уголках земного шара люди начали страдать от природных стихий. Стояла необыкновенно холодная погода, снежные заносы, морозы. А в других местах в это время были наводнения и засухи. Параллельно происходили акты терроризма. Видя все это в программах новостей, я спрашивал Бога, не является ли это началом бедствий. Но Господь отвечал, что предсказание еще не сбылось. И добавлялось, когда наступит 2010 год, тогда произойдет действительно большое разрушение. Слова Господа ранили мое сердце. И я подумал, мир и так уже страдает от многочисленных бедствий, а предстоят еще большие несчастья. И спустя короткое время, после данного откровения, 12 января, произошло катастрофическое землетрясение на Гаити. Весь мир был потрясен. Я также переживал боль и скорбь. Тем не менее, случившееся было подтверждением того, что Божьи откровения исполняются. И такое бывало в моей жизни часто. Бог также проговорил, что будущее мира будет ухудшаться. Каждая нация будет искать свою выгоду. В этой ситуации лидирующие силы мира разделятся на три большие группы. Соединенные Штаты Америки, Китай и Европейское Содружество. Китай обогнал США во многих экономических областях и удерживает в них свое влияние. Уже было несколько серьезных конфликтных ситуаций между этими странами. И только взаимная политика самоздерживания позволила не спровоцировать развитие конфликтов. Но сейчас о многих факторах будет говориться открыто. Пример одного из таких факторов – ситуация с ядерным оружием в Северной Корее. Северная Корея настаивает на невмешательстве в ее внутренние дела. Однако, эта страна столкнулась с очень серьезным противоборством со стороны других стран. США – страна, которая будет усиливать силу влияния по отношению к Северной Корее. Однако Китай не будет проявлять терпимость в усилении влияния США на Северную Корею и попытается, в свою очередь, усилить на нее свое влияние. И результатом этого будет острый конфликт между США и Китаем. Северная Корея, находясь посередине, будет сравнивать эти две страны. В конце концов, она выберет политику переговоров, чтобы подольше сохранять свою систему и свои интересы. Но США будут оказывать на Северную Корею большее влияние, чем Китай. И Китай не останется безучастным. Он будет всеми силами мешать США контролировать Северную Корею, что и обострит конфликт между ним и США. И этот конфликт будет всемирно значительным. Но потом я вижу, что США, еще до начала конфликта с Китаем, утратит свои позиции. Так в конце 2010 и в начале 2011 годов Китай усилит свое влияние на Северную Корею. Соединенные Штаты будут тщетно пытаться найти различные способы преодоления сложившейся ситуации. И неожиданно доминирующая ситуация и позиция мирового лидерства перейдет от США к Китаю. И тогда одновременно появится другая сила, Европейский Союз, который не захочет мириться с возрастающим влиянием Китая на Северную Корею. Видя усиливающееся противостояние США и Китая, Европейское Содружество испытает острую потребность в укреплении своих позиций на мировой арене. Из-за внешних, а не из-за внутренних конфликтов, Европейский Союз осознает необходимость более тесного сплочения европейских стран. Распространяя свое влияние в мире, Европейское Содружество столкнется с ситуациями, которые станут причиной конфликтов в их отношениях с Китаем. Конечно, я не говорю, что США полностью потеряют лидирующую позицию на мировой арене. Естественно, США будут искать различные способы усиления влияния на другие нации. Однако эти усилия только подтолкнут мир к новым конфликтам. Например, некоторые страны, которые были союзниками США, под влиянием Китая станут его союзниками. Помимо прочего, США будет конфликтовать с Европейским Союзом из-за Ближнего Востока. В результате, Китай и Россия станут близкими партнерами, и Китай сможет приобрести еще более доминирующие позиции. Как было сказано выше, когда США и Китай начнут конфликтовать из-за Северной Кореи, именно Россия укрепит Китай в его желании доминировать над США. В этот период, этого жестокого противостояния трех стран, Китай увеличит инициативу и силу влияния на мир. Но это послужит и причиной сдерживания Китая со стороны и США, и Европейского Союза. Но потом придет время, и влияние мировых сил изменится снова. И тогда Европейский Союз возглавит мировое лидерство. Я имею в виду, что наступит время, когда у Европейского Союза будет самая мощная сила в мире, и он займет неоспоримое лидерство в мировой политике и экономике. Когда наступит это время, это будет знаком для нас, что наступает конец света, как это было записано и предсказано в Библии. Это означает, что перед нашими глазами наступит время второго пришествия Господа. То, что я говорю сегодня, очень скоро станет реальностью. Благодарю вас, доктор Джей Рок Ли, за такой анализ будущего, за такое духовное проникновение в будущее, за такой вот даже пророческий взгляд, за пророческое видение о нашем будущем планеты. Это было очень важно и очень серьезно, то, что вы сказали для всех людей мира, для всех народов, всех национальностей, всех людей разного цвета кожи. Это очень важно. Я думаю, что мы еще к этому будем возвращаться, к этому вашему видению. И второй вопрос, доктор Джей Рок Ли, нет ли у вас такого духовного ощущения, что приближается время великих чудес Божьих, которые произойдут в нашем мире? И вот у меня было такое ощущение, такое чувство, что вы, доктор Ли, будете одним из главных исполнителей этих чудес Божьих. А вот как вы думаете, что вы чувствуете? С тех пор, как 28 лет назад я создал церковь Манмин, мне дано было показать миру чудеса, обратить внимание людей на чудотворные знаки с неба и продемонстрировать убедительные в своей значительности дела. Когда я молился о больных, слепые начинали видеть, немые — говорить, глухие начинали слышать, излечивались все болезни, включая рак и спид. И другие различные чудеса демонстрировал Бог через меня. И мне было обещано Господом, что этот 2010 год будет годом сбора урожая, и многие люди придут к нему. Однако грех и коррупция процветают все сильнее, и люди отдаляются от Господа. Но Господь через меня дал свою силу для чудесных исцелений, для того, чтобы я мог свидетельствовать миру. Бог жив и всемогущ. И во все времена единолично определял судьбу человечества и каждого человека, включая смерть и жизнь, горести и благословения. Более того, Он постоянно подтверждает, что Его единородный Сын Иисус Христос является единственным спасителем, и всякий, кто поверил и принял Его в свою жизнь, будет спасен и обретет жизнь вечную на небесах. Понятие чудо Божье относится также к изменениям погоды и изменению атмосферы и климата. Когда я молился Богу, в ответ на мои молитвы, Он посылал дожди или прекращал их, менял температуру воздуха, заставлял тайфуны и ураганы менять свои направления. В сентябре прошлого, 2009 года, я совершил миссионерскую поездку в Иерусалим и провозгласил Иисуса, Мессией и Спасителем. Во время поездки, многие представители прессы и журналисты попросили меня продемонстрировать силу Божью. Они рассказали, что в Израиле уже давно не было дождя, и страна страдала от серьезной засухи. Они попросили меня молиться об этой тяжелой ситуации, и я целый день молился, чтобы Господь послал Израилю дождь. Множество людей были свидетелями, что на следующий же день пошел сильный дождь. Также это событие чуда было подтверждено израильскими метеорологами. Обычно в сентябре в Израиле нет дождей. Сезон дождей начинается только в конце октября. Но в прошлом году, после молитв, такое случилось. Таким образом, Бог изменил погоду и состояние атмосферы. А когда в Израиле начал распространяться свиной гриб, некоторые священнослужители попросили меня молиться о их народе. И я очень сильно молился. И вскоре случаи заболевания стали уменьшаться. Этот факт также засвидетельствован в прессе. Давая мне возможность совершать эти дела, наполненные силой Божией, Господь позволяет мне свидетельствовать о живом Боге и предупреждать людей о необходимости расстаться с грехами и жить праведной жизнью, чтобы попасть на небеса. Доктор Джей Рокли, огромное спасибо за и этот особый ответ. Вы знаете, когда я разговариваю со многими своими друзьями, я им часто говорю, что во время встреч с вами, во время разговоров с вами у меня как бы появляется дополнительное духовное, что ли, дыхание, не просто физическое. И я это как бы называю дыханием, получаемым с небес через вас. И, вы знаете, это не только мое чувство, а многие люди, которыми я общаюсь, они испытывали то же самое, когда они слушают ваши проповеди, когда они смотрят ваши телевизионные программы, читают ваши книги, у них появляется у некоторых людей дополнительно духовное такое дыхание. И вот я много об этом рассуждал, и я объясняю это вот чем. Я думаю, я считаю, что вы вот тот избранный Богом человек, который принадлежите семье Божией. Я часто об этом говорю. Поэтому через вас, у меня и у многих людей, возникает такое чувство дополнительного духовного дыхания. И мой вопрос, а как вы можете объяснить это с духовной точки зрения, почему вот у нас появляется такое дополнительное духовное дыхание? Если мы принимаем в свою жизнь Сына Господа Иисуса, как Спасителя нашего, наши имена записываются в книге жизни на небесах. Это относится к каждому человеку, кто принял в свою жизнь Господа. И есть очень важный момент для каждого, кто это сделал. Они как бы становятся посланниками Божьими, членами Божьей семьи. И это похоже на то, как надо любить Бога. Любовь к Господу означает выполнять Его заповеди и все, что сказано им для нас в Библии. От этого, как мы следуем Его заповедям, зависит, как мы можем избавляться от влияния дьявола, как мы можем очищаться в святости. От этого зависит, как мы отражаем Его сердце в нашей радости и получаем Его любовь. Желая быть поближе к Господу, я постился и молился, насколько это было в моих силах. Я постоянно думал, как мне стать похожим на нашего небесного Отца. И чем больше я старался быть ближе к Нему, тем сильнее я чувствовал любовь Господа ко мне. И я наполнялся Святым Духом Господа нашего. И Бог дает мне возможность передавать это присутствие Святого Духа к тем, кто общается со мной. Как мы говорим, вау! Да, доктор Джей Рокли, вы осветили это так хорошо с духовной точки зрения, так точно, что мне просто нечего добавить. Еще один вопрос к вам, доктор Джей Рокли. Совсем из другой оперы. Я знаю, вы знаете, конечно, и все знают, как важна ситуация взаимоотношения родителей и детей. Это старая тема, это тема поколений, это конфликт поколений. И вот сейчас она приняла глобальный такой размер, потому что она такая же актуальная, как вопросы вооружения, военных конфликтов в мире. Она такая же актуальная, как экологические проблемы в мире. Потому что от взаимоотношения родителей и детей, возможно, зависит будущее нашей планеты. Потому что родители и дети, это и есть люди нашей планеты. И я вот хочу вам рассказать о своем личном опыте. Ну, таких примеров, наверное, тысячи. Когда-то мои дети мне сказали, у меня трое детей, два мальчика и девочка, они мне сказали, они, видимо, договорились, и сказали, папа, ты много ездишь по миру, ты помогаешь многим детям, но нам кажется, что ты другим детям помогаешь больше, чем нам. И я тогда сказал, да, дети, вы правы, вы правы, наверное, я виноват перед вами. Но у меня только есть один ответ, что если я помогу другим детям, больным детям, детям без родителей, то я верю, что в будущем Господь поможет вам. И вот я, знаете, помню об этом всегда. И хотел бы спросить, чтобы вы сказали нашим телезрителям. Я знаю, доктор Джерок, что у вас три замечательные дочки. И вот можете ли вы поделиться, как складываются ваши взаимоотношения с вашими детьми? Аминь. Прежде чем я нашел Бога, я семь лет страдал от неизлечимых болезней. Я полагался на больницы и лекарства, но все было напрасно. Я был на волосок от смерти. Но когда все мои надежды были исчерпаны, и я умирал, я встретил Бога, и Он исцелил меня от всех болезней. И тогда я сразу осознал, что Господь действительно жив. Вот почему я тогда заплакал и воскрикнул, «О, Господи, Ты действительно жив!» Я познал правду, что Господь любит меня больше всех. Когда я болел, то был прикован к постели на долгое время, и вся моя семья фактически бросила меня. Моя мать даже говорила мне, «Лучше бы ты умер!» Моя жена от отчаяния часто уходила из дома. Тогда я не смог найти Бога, но Он сам пришел ко мне. И это была самая великая встреча в жизни. И тогда я по-настоящему познал Его. Я полюбил Его всем сердцем и разумением своим. И я, читая Библию, осознал, кто такой Бог, и что только Иисус, наш Спаситель. И я осознал, что действительно существует рай и ад. После этих открытий, необыкновенная радость и радостные эмоции наполнили мое сердце. Я абсолютно поверил в реальность существования и Бога, и ада, и рая. И я спрашивал себя, как мне теперь жить? И я решил всегда любить Господа превыше всего и жить по Его слову. И я начал новую жизнь в соответствии с Его словом. И с тех пор я молился и постился, как можно больше и чаще. Я учил своих детей любить Господа. Я учил их жить по слову Божьему и убедил их в том, что существует и ад, и рай. Я внушал им соблюдать слово Божье, чтобы попасть в рай. Я учил их, если они живут по слову, то Господь будет их защитой. В общем, мои дети увидели собственными глазами, что когда я встретил Бога, и Он стал самым важным в моей жизни, то я был исцелен от всех болезней. И будучи свидетелями этому, они добровольно слушали все мои наставления. И с того времени они вместе со мной молились и жили по Его слову. Они не обращали к смирской суете. Они не причиняли мне никаких духовных хлопот. Они жили в молитве и правде. Доктор Маргулис, так же, как и вы, я часто и много езжу по миру и уединяюсь в горах для молитвы и общения с Богом. Поэтому у меня так мало времени для общения с моими детьми. Тем не менее, мои дети не сбились с пути истинного и любят Господа превыше всего. Все три мои дочери стали служителями в церкви и совершают миссионерские поездки по многим странам и ведут служения, прославляющие Господа. Слава Богу, они выросли прекрасными детьми Божьими. Спасибо. Спасибо. Вы сейчас сказали некоторые вещи, которые очень важны и для учителей, и для психологов, и для всех родителей. Потому что самые важные учителя для детей – это, конечно, родители. Я хочу еще раз вам напомнить, дорогие друзья, что вы смотрите телевизионную программу «Духовная дипломатия». Мы передаем нашу программу из Сеула, столице Южной Кореи. Наш гость – человек необыкновенный, человек, влияющий на судьбы мира, богослов, философ, пастор, старший пастор всемирно известной церкви Манмин для всех народов, доктор Джейрок Ли. Мы сегодня поднимали многие вопросы, очень важные, не только для одной нации, не только для одной страны, а для всего мира. Вы знаете, в трудные времена для мира Бог посылает на нашу землю особых людей, особых своих посланников, которые должны уменьшить боль на нашей земле, которые должны помочь исцелению человеческого сердца, душевного, духовного, физического. Я знаю, что вы все нуждаетесь в этом, как каждый из нас. И знак Божий состоит в том, что Бог, я верю, послал в этот исторический момент для мира моего друга, доктора Джейрок Ли, с которым мы сегодня имеем честь и, ну, особую радость общаться на телевизионном экране и в жизни. Доктор Джейрок Ли, знаете, в книге пророка Исаии в Библии, пророк Исаия обращается к Богу и говорит, исцели нашу землю. И вся наша земля, действительно, все люди нуждаются в исцелении, нуждаются в физическом исцелении. Многие духовные люди говорят, он нас только интересует духовно, физическое не интересует. Нет, физическое здоровье дает человеку возможность быть счастливым в этой жизни. Это тоже важно для человека. И вот к нам пишут тысячи людей на нашу телепрограмму, и они все просят, чтобы вы своей особой молитвой, а я знаю, что силу вы получаете от Бога, силу вы не получаете от людей, силу вы не получаете только лишь от общения с людьми, вы непосредственно получаете эту силу исцеления от Бога, который вас вот послал в это время на нашу землю. И я прошу вас сейчас, если можно, ответьте на письма, ответьте на просьбы. Миллионов людей из России, Америки, Украины, Белоруссии, которые просили меня, просят меня, чтобы я передал вам, чтобы вы помолились об их физическом исцелении, душевном исцелении и духовном исцелении. Господи, Отец наш Небесный, возложи Твои небесные руки на зрителей этой программы во всем мире, включая Соединенные Штаты Америки, Израиль, Россию, Украину и Белоруссию. Наполни и укрепи их Духом Святым, окружи Небесным Светом Твое творение и коснись больных и слабых мест на их теле. Исцелите резрителей. Кто слышит эту молитву и верует, пожалуйста, исцели их всемогущей силой, знаком и чудом Господним. Позволь слепому увидеть, немому заговорить и открой уши глухого, чтобы он снова мог слышать. Позволь тем, у кого слабое зрение, увидеть. Уничтож силой огня Святого Духа их болезни, включая рак, болезни легких, желудка, сердца, проблемы с почками и многие другие недуги. Пусть уйдут от них все болезни, включая болезни кожи, все виды бактерий и вирусов, СПИД, высокое давление, диабет, душевные болезни. Пусть сгинут все силы тьмы и зла. Сожги зло дьявола огненной силой Святого Духа и очисти людей, отпосланные ими скверны. Окружи людей первозданным светом создания Отца Небесного и укрепи их крепким здоровьем Духа и тела. Отец наш Небесный, пожалуйста, наполни и укрепи Святым Духом зрителей программы, защити их Небесным Светом, посей надежду на Царство Небесное и Новый Иерусалим в их сердцах и укрепи их дальнейшую веру. Даруй им веру любви к Господу прежде всего, познание любви Господней и позволь им найти и узнать Господа. Боже, отвечай на все их молитвы и просьбы. Позволь им узнать Твое обещание, как было сказано, просите и дано вам будет. Ищите и найдете. Стучите и отворятся двери для вас. Дай им очиститься огнем Святого Духа и позволь им возрадоваться своему новому хорошему здоровью. Позволь им стоять устойчиво на камне веры и дай им надежду на Новый Иерусалим. Дай их семья, милость и благословение. Господи, благослови их работу и дом. Благослови их, когда они входят в дом и когда уходят из него. Позволь им давать в долг, а не занимать. И позволь им всегда быть первыми. Дай им веру любить Господа превыше всего. Благослови их встречу с Тобой и познание Тебя. Позволь им признать и исповедовать слова «Я нашел и познал Господа. Я получил ответы на свои молитвы. Позволь им славить Бога в любое время их жизни, во время бесед, еды и мыслей. Спасибо за Твою любовь, Отец наш Небесный. Я молюсь во имя нашего Господа Иисуса Христа. Аминь». Аминь. Аминь. Доктор Джей Рок Ли, как будто во время вашей молитвы я ясно чувствовал присутствие Святого Духа, который вот сидел, был рядом с вами. Я благодарю вас за слова, которые сказала ваше сердце, не ваши губы, ваше сердце. И я благодарю вас за вашу жизнь, за вашу любовь к людям, за вашу любовь к Богу. Благодарю Бога за то, что Он дал нам всем вас. Благодарю вас, доктор Джей Рок Ли, от имени миллионов людей. Вы знаете, дорогие друзья, у меня было такое чувство, это духовное чувство, что во время этой удивительной молитвы, целительной молитвы, я верю и знаю, что многие из вас во время этой молитвы получили исцеление, получили облегчение. И, пожалуйста, пишите нам об этом на адрес телестудии, на адрес телеканала, который вы сейчас смотрите, по которому передают нашу программу. Вы знаете, я в конце этой программы, это необыкновенная программа, я верю, что ее устроил Бог, создал Бог. Я хочу вам сказать, внимательно снова и снова прослушайте, вспомните слова, сказанные доктором Джей Роком Ли, они необыкновенно важны для каждого из вас, для каждого из нас. И я благодарю вас за внимание к программе «Духовная дипломатия». Я с вами был гость программы доктор Джей Рок Ли, и я, Михаил Маргулис, и говорю вам в конце, многие говорят «берегите себя», а я говорю вам после этих слов «берегите свою душу». Спасибо, доктор Джей Рок Ли, спасибо. Спасибо, доктор Маргулис. Да благословит вас Господь хорошим здоровьем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok